Всем хай, дорогие друзья, с вами я, Мульти Илья, и сегодня, сегодня вышла седьмая серия Тронов Убийц. Да, сегодня будет просто реакция, именно реакция, потому что разбор потом будет, будет потом. Интересных деталей, фишек, плюшек и так далее, тому подобных. Но прежде чем мы начнем реакцию, прошу вас, пожалуйста, подпишитесь на канал, поставьте лайк, а также не забудьте нажать на колокольчик, ведь потому что большая часть подписчиков смотрит меня без подписки, давайте, ребят, это исправим. Ну что ж, приятного вам просмотра. Сначала мы видим новую вставку канала Глич, уже полностью, то есть обновленную, как и сам канал. Седьмая серия, кстати, более качественная, нежели чем шестая, но выводы в конце серии. Первым действием, что мы видим, ребят, это синдром хижины, та самая из трейлера. Когда был красный фон, и как будто-таки портал над ней. Дождь, откуда дождь под землей, неизвестно. И вот, ребят, чистый кадр, уже без дозорных, просто возле синдром хижины. И вот, тут чисто два дозорных, просто, тупо два дозорных. Отдается в аренду. И, ребят, внимание, люди. Везде какие-то клетки, свечки, но важные люди, ребят. Это прошлое, получается. Наука рулит, сэр! И вот этот доктор, непонятно, со своей матешей. Он, знаете, как будто какой-то монах там, Потому что у него на башке вот эта шляпа какая-то, Типа, с каким-то глазом, что ли, если приглядеться по центру глаз, там какой-то. И, ребят, показывают Нори. Та сам, да, тот самый дрон, это Нори. Которая прикована спями, и её, Типа, сдерживают, чтобы не взбесилась, а возле неё витает масло. Вот, ребят, Нори 002, такая карточка полетела. И вот, как раз-таки, её солвер, который снова в жопу убедили. И вот доктор Чентерс. Как раз-таки, тот самый доктор. Вот он. И какой-то Джесси Дженсен Инспейс, но это компания, и Митчелл. Кто это, мы пока не знаем. Возможно, новый персонаж. И вот Нори сходит с ума, как раз-таки. Тот самый момент, когда Нори сошла с ума. Берёт этот крюк непонятный, кидает в доктора. Он прикрывается, и тем самым потеряет документы. И вот, типа, Нори решает успокоить. Такие, довольны. Спадай на землю. Пала она на землю. И там какой-то копят случился. Вот. Та самая, ребят, рука из трейлера. И вот, кадр, как раз-таки. Только это какая-то новая рука с когтями, которой вообще до этого не было. Чемперс! О! Тащи 48-ю! Вот, ребят. Здесь нам покажут Нори. Типа, тащи 48-ю! Ага, что ж! Это какие-то столь-тоские штучки! Так, ребятки. Вот, ребят. Тот самый крест, о котором нам говорили ещё в трейлере. И вообще его разбирали все, те, кто смотрели Дронов Убийц. И тот самый тизер. The Banning of the End. Начало-конца, то бишь. Там, где был этот крест, и вот этот крест. Но вскоре... Он сломается. А также видно USB. Если посмотреть на конец креста, то мы увидим USB. USB-подключатель. Это значит, этот... Флешка с какой-то программой специальной. Видите? Против этого. Против Солдера, типа. Где такие свечи? Какой паникор, побежал, побежал. Вот, ребят, выбежал с Индром Хижины. Вот, видите, типа, пока. Ну всё, и двери закрылись, короче. Вопрос, почему на него заручали дозорные, неясно. И вот, ребят, тот самый кадр, когда он убегает. И вот, ребят, да, 48-я, которая в тот момент была ещё жива. Вот, ребят, те самые шахты. Мы видим 0,29-я, 0,6-я, 0,42-я, 0,48-я и ещё. И ещё какие-то шкачки. 0,19-я и 0,06-я. Уэва. Трис. Трис какой-то ещё есть. И вы поняли, ребят? То есть тут механика прикольная. Типа такая, Ниппон. Видите, они в этих шкафчиках сидят, получается. То есть их там держат. И этот такой её зовёт и не знает почему. Она такая, блин. И всё, короче, бегут вместе. Уже к Синдром Хижины. Видите? И, кстати, дозорные уже на свободе. То есть всё, потеряли дозорку. И, ребят, всё, типа всё спокойно. Спокойно. И вон она, видите? С крестом уже пробитая иглашка. И ничего непонятно тут вообще, почему. Плевать. И, ребят, если увидеть, то мы видим, что тут всё муляж. Видите? Есть такие небольшие кличи, типа. Как помехи, как во второй серии. Или, да, как муляжи. В реальности, сейчас, когда он что-то сделает. Видите, да? Всё, потащили. И тут в реальности всё было муляжом. То есть, всё, открывается яма как раз-таки. И вот, ребят, тот самый кадр был. Ещё кадр. То, что включили. Он берёт крест и пытается что-то сделать. Пастись с крестом. И, ребят, Нори. Естественно, 002. С Солдером. Ну, Солдером полностью одержима, типа Солдером. Спасибо за нового носителя, стажёр. Стажёр? Да, не понятно, а тут стажёр. Мога, чем? И всё, он ударил. Она ударила стажёра. Песня такая играет. И вот это, ребят, какой-то другой крест уже почему-то. И, ребят, да. Потом вы узнаете, кто это. Но уже видно, да, кто это? Типа такая комнатка тут. Как УЗИ. Вон этот сок там. Непонятно. Чё это? Ну, чё так дела? И да, ребят, это она. Понятно. Всё, побежал, побежал, вот куда-то. Всё, каска эта, вперёд, кирка и побежал. Вообще, способности Солдера очень удобные. То есть, ты можешь несколько вещей за раз носить. Вот, ребят, те залы. Те, какие-то камеры ещё, видите там. Кабин Хэвер, вот, и лифт, ребят. Да, лифт. Тот самый лифт, ребят, а вот наши главные герои. Которые прилетели сюда после шестой серии. Когда Ви обрезала хаббит. Улита. И вот чего испугался Эн как раз таки. Я думал, что он какой-то опасный в там виде. Типа на него нападают. Вот, начинаю с тобой. Помоги! Используй вычислитель! Стой! Эн, стой. И, ребят, смотрите, тут есть небольшой прикол. Когда она активировала Солдер, с ней что-то случилось. И видите, у неё как кровь. И вот такой как лич, типа. Можно сказать, система не понимает, что происходит. И, короче, Солдер пытается окончательно забить УЗИ. То есть, это получается, всё это может либо прийти и конец, либо всё будет, обойдётся хорошо. Думаю, что стоит. Погромче, делаю, ребят, это лошади не слышно. Нет, нет, всё хорошо, УЗИ, я... Прости меня. Довольно, Эн. Мы спасём Ви сразу, как только закончим. УЗИ, посидишь пока здесь, хорошо? Вон коробка. Роботы любят коробки, да? И что? Нет, Эн. Вот это тут вообще не... Тут, ребят, вообще прикол не понимается, почему, типа, Тесса, хочет УЗИ в коробку запихнуть. Что за фигня? Непонятно. Эн вообще в шоке. Там, ээ... Могут быть вещи, которые тебе не хотелось бы видеть. Ну и получается, она понимает, что, типа, Эн предаёт её и... Что происходит? Ну, типа, короче, она подумала, что Эн предаёт её. Тебя мы не раним! Хорошо? Она подумала, что её ранить хотят. То есть, тут прикол есть. И соувер начал свои действия. И всё. Ну, вот та самая, да, ребят. Короче, седьмая серия, можно сказать, это был не капец. Ну, типа, Эн постарается дать руку, но вскоре их с Тессой взяла на обвал. Всё, то есть, это конец. И, ребят, спустя столько времени, спустя... Наверное, чё там. Тве-три серии нам показывают снова. Уже ружу, то есть, опять ружу. Так, не скажешь, чего мы тут бродим, а то... Вон дома разломаны. И вот, ребят, видите, какой большой соувер. То есть, активация случилась, и всё подлетело кверху. Офигеть, насколько прочная машина. И, ребят, корабль. Наверное, первая за все серии капсула, которой можно спокойно управлять. И как раз-таки Джей. Это как-то связано с тем, что ты ищешь и... Нет. Да, точно нет. Чисто пошёл писать новость. То есть, пошла. Вот, ребят, те самые фонари. Со статус. Что-то там. Извиняюсь, если неправильно прочитал, я просто не шарит за английским. Кузи! Кузи! Видите, смотрите, ребят. Тут будет небольшой прикол. Флэшбэк из прошлого. Тогда Эн решится отрезать себе руку. Я заслужил, я заслужил, я заслужил. Смотрите, ребят. Он испугался, он не понял, кто это. Ребят, мы понимаем, кто это. Это... Прошлая версия Ви. То есть, Ви из прошлого. И такой чисто смайлик. И мы видим две новости. То есть, о... О том, что Нори... Обезумела. Типа, случился... Чё там за... Комплейчон Дэти Ис. Дата... 27-й, 11-59. Но охренеть, конечно, просто. И синдром хижины. Фед... Фидж... 14. И, ребят, опять кубиковые джинсы... Короче, А и 1-С. Туда-туда. Иди тут, куда-нибудь. И, ребят, то самое место и строили же. С шахтёром, держащим эту фонарь. И Лузи заберёт его именно хвостом. Типа, такая, я слежу за тобой. И всё, и сдала. Отсюда. Насколько она вернулась? Посмотрите, всё. Вот. Начинает быстрее резать, чтобы только его... Она раздула фонарь. И, ребят, да, синдром вернулась снова. Это, ребят, синдром была. И смотрите, ребят. Тут очень большой прикол. Она, типа, показала Эну, что будет, если он отдаст ей планету. То есть, что случилось благодаря нему. И, ребят, смотрите. Он обнимает какого-то чела, которого он завалил, ребят. И дыра 0, которая большая, слишком большая, поглощает эту планету. Он стоит. И, ребят. Ребят, летает, внимание, ни один демонтажник. Демонтажник. А штук 6 или 7 точно промелькнет. Потому что тут уже их 4 или 5, 5 даже. Двое были наверху. И ещё двое так. И ещё летают демонтажники. То есть, видите, да? Видите, стреляют эти и завалили кого-то. Вот, я так понимаю, Ви и это, Жейк. И по ним стреляет вертолёт, который вскоре утащили. Всё, то есть, видите, везде органика местная. Всё, и вон ещё 4 демонтажника. То есть, ребят, понимаете, она осознаёт, что может случиться. Видите? И всё, она потащит его, то есть. Ребят, поняли, да? Что случится, если Эна даст планету. То есть, это конец всему миру будет уже. И вот синдром хижины снова. Куда и вышло УЗИ как раз-то. Типа, посмотрел на браслет, такая, ага, понятно, нашли, то есть. Ну, ребят, капец какой-то происходит в 7 серии. И вот, типа, открывает дверь. Всё, чисто. Хвост посмотрел, осветил и погнали сразу же в этот. Старческий зал. Вон та самая клетка, ребята, из начала. И дыра, ребят, та самая дыра с местной органикой. Куда попадает, всё, что попадёт туда, улетит как всегда. И тут эта песня играет. Видите, такая подлетает. Видите, эти посты. И отключает этот плеер. Убирая игрушку, она смотрит на этот, ребят, на паузу. То, что там творится. И всё, ревень, плей. Она, видимо, увидела Нори, свою мать. И все события, которые там случились. Она увидела. А вот, ребят, тот самый момент из строя, видите. Когда я нутаскиваю, дотаскиваю. Всё, затащили. И вот, ащут по этим. И вот, ребят. Это вот этот с киркой. Кресту и кэнеке. Всё, ребят, видите, что они встречаются, получается. Встретились в тех шахтах. Теперь это начинает помогать ему. Чего? Нет, только. Нифига там чё пролетело вообще. И слушайте. Вот тут внимание. Ты знаешь мою дочь? Да, ребят, это Нори. Вот она. То есть она, получается, новое тело и её голос как раз-таки здесь слышен. Поэтому у неё новое тело. И, видимо, из-за того, что Солвер сделал с её прошлым телом. Вот, ребят, гора. И вот тут вообще непонятно, зачем Джей подожгла эту штуку. То есть она улетела на этой капсуле и зажгла как раз-таки этот. Подожгла, подорвала. То, что они построили тут когда-то. Либо же они просто первую капсулу. И вот он, хан идёт. И вот, ребят, смотрите. И вот. У него такое же оружие, как и у УЗИ. То есть у них будут в будущем такие же оружие, как и у УЗИ. С такой же... С такими же патронами, типа. Так, ребят, секундочку. Ребят, извиняюсь. Звонок чуть-чуть прервал реакцию. Просто тут позвонили. Надо было ответить. Срочно прям. Короче, ребят, снова этот момент. Я не знаю, по какой причине. Я не откатывал. И всё. Всё. То есть конец. Вот, ребят, там были дроны и все мертвы, получается. Кроме Нори и нескольких ещё человек. И вот, как раз таки, видимо, тот, кто следил за дронами. И, ребят, смотрите. Тут прикол. Теса сняла перчатку. То есть она сейчас без перчатки находится. И самая верхняя, ребят. А также ещё дроны. 0, 1, 0, 3, 0, 4, 0, 14, 0, 15. 10, 106, 17, 20, 21, 24, 24, 23, 24, 128, 139. И у всех разные имена, конечно же. И как раз таки Нори, Ева. 0, 02 и 0, 48. Патч 2.1.8. И Нори ещё in progress. То есть она прогрессируется ещё здесь. Не то, что это в скафандре, и всё, там какая-то фигня случилась. Я накачиваю, забываю эту штуку. То есть вообще фиггам. И аж дверь отлетела. И, ребят, смотрите. И пришла доу. На, она рубанула, её ударила по повязке. То есть, смотрите, там у неё пробитие. И тасса ушла. И огонь потух. И смотрите, ребят. Крики. Начинаются. Значит, это падла нападает только в темноте. Смотрите. Тут будет, ребят, интересный момент. Сейчас будет, ребят, только я... Вот, извиняюсь за вот эти паузы. Я хочу вам момент этот показать. Смотрите, ребят. Она получается... Блин. Получается, она пытается его выделить соуверам. Ошибка. Как объект. Не эти кровные. Абсолютный решатель. И видите, там... Нам пишут, по какой причине нельзя это сделать. И там некто. И эта падла нападает на долг. Она кидает камень. Камень просто разлетается. И эта... Швальня нападает на долг. Вот, ребят, кассета. Продолжение кассеты идёт. Точнее, продолжение рассказа истории. То есть, был разбит скафандр, но... Пришла 048-я. Которая зарядила в бошку Нори. И Нори приходит в контроль постепенно. Крест улетел в бездну. Там в бездне, ребят, находится. Спасибо. И пока. 048-я спасла стажёра. То есть, понимаете, они... Она, получается, спасла человека. И она пришла поддержать Нори. И видите, то есть, Нори уже в тот момент не контролировалась. И Доу... Ой, то есть, Доу, то бишь, Ева. Отрезала, получается, ей руку. И вот они. Мама Узи и мама Доу. Которые сейчас будут бороться с Соломом. И вот, ребят, та самая катастрофа, которая случилась. Ну, а затем половина планеты немного взорвалась. И все люди... Да, все люди, значит. То есть, все люди, ребят. Я очнулась и мой рассудок подумал завести ребёнка. Но это уже другая тупая история. Хм. Аж похлопал. Теперь вычислитель вернулся. Чтобы закончить, значит. Кто носитель? Эм, типа, Узи и, эм, Красноглазый... Я бы знаю дуралей. Кто из них пытался нас сожрать? И вот, ребят, тут кадр, Сузи. И вот она, ребят, опять Солвер за своё. Она увидела кассету. И всё. Аж свет везде потух. И, ребят, смотрите. Доу. Это доу, ребят, идёт, чтобы вы понимали. Это доу, ребят. Она истекает маслом, получается, от того дрона, который её порезал несколько раз. И всё, она упала. То есть, кик с этого мира. И Узи такая, Ниппон. А там, Файнбак. Дай отпор. И пришла Тесса, ребят. Это, ребят, не Тесса, что ли. Вот крестка. Чисто уэна там вообще. Да точно! Узи с ума сойдёт узнавка! Скажешь, что я жива? Оба её... Простите, мэм. Но ничего не хочу скрывать от Узи. Даже если это её ранит. Значит так, мэм. Хм. Я причина всех ужасов в её жизни. Уничтожила планету, заставив всех держаться в стране. Наделила безбожными генами. Нет времени. Клянись. Клянусь. Ну всё. Подождать, пока не расскажете всё сами. Выкуси. Выкуси, ребят. Казочка Узи. Я не... Она просто... Стой! И вот, ребят. Солвер. То есть Син пришла. Поверь мне! Ебать! И, ребят. Она пытается отопихнуть Тессу. Но тут пошёл прикол. Это не Тесса, ребят. Потому что... Эррор. Абсолютно шоу. Эррор. Лайк аджет наун интерпретер. Короче, типа, у неё тоже есть шоу. Она ударит Узи и... И смотрите, чё она сделает? Она подержит ей крыло. И... И ставит нож. И начнёт резать. Ты знала о фиксах, не так ли? И приходит она. Да или нет? Мила. Знаешь, почему я держу... Она... Он отрубил голову в Тессе. Но при этом, это не Тесса. То есть, вот он. Скафандр укатился куда-то. Ты пойми куда. И типа, кровь такая. В реальности, настоящая Тесса... Находится в этом. Где-то там. Ну, потому что не верится, чтобы Тесса так зевая напала на Узи. Ну, не верится просто. В это не верится. Это... И вот, ребят. Тот самый момент из Тизера. Она держит крест. Видишь, да? Он взял её за руку. И вот тут у нас получается нюанс. Сломав Эну руку. И раздробив крест. Да и надо шло, кто это. И вот оно, ребят. То есть, Син окончательно захватила Узи. Но там есть небольшой шанс, что она будет бороться. Братик. То есть, опять начали души Кену. И вот, ребят. Пришла Нори. То есть, она спасла Эну. Смотрите. Фразы. Всё, полезно. За секунду просто. Нори. Нори. Ты наказана. Злюз. Злюз. И начинается, ребят, эпичный файт. Между Нори, Эном и... И Син уже. То есть, это не Узи, ребят, больше. Это Син. С пятой серии. Энцеты подлетели. Её втоптали. И всё. Она сама начинает проводить. Наш. На. Похоже. И, ребят, надо с такой силой было ударить. И надавали Эну. И вот эти, ребят, то есть, рука восстановилась. И такой прям эпичный как. И дыра ноль. И, кстати, ребят, непонятно, что это за диски вообще, то есть... Вообще непонятно, что за оружие секрета. Всё. Действуем вместе. Здесь создаются тысячи дыр. Ноль пропадает. На. И всё. Минус. Получается. Син. Но Син. Временило крылья. И вот она подмигивает. Я тут. Не понял манёвра. Либо же. Это подмигивает Узи. При этом она видит, что происходит. Либо это подмигивает Син специально, чтобы Энц спас её. Вот. Этого нюанса я не понял. Всё. Оттолкнул, то есть. Он спас её. Всё. Видите, проблесканули вода, а Энц отлетел. Сюда. Всё. Её повесил. Всё. Видите, она порезала и пытается сожрать Нори, то есть. И решили её захавать. Всё. Мы встречаемся, мы типа много проводим времени вместе. Что, Детверченко, эти выходы погубили твою мать. Ну, а там просто мощный удар. Я не твоя собственность. Всё. Узи пробудил. Нет. Ну и всё, ребят. Она погибла окончательно. Узи. Закрыт. Катится, можно сказать, к этому обрыву. И тут, ребят, и есть интересный нюанс. Кто? И главное, тут начинается задаваться вопрос. Как? Как она жива? Это, ребят, не Тесса. Я повторяю. Это, ребят, Дрон С. Тот самый С. Всё, откинув оболочку. И кинув бошку. Поместив. Оно утащит долг. И вот, как раз тот момент, когда они повернулись. Смотрите, ребят. Тут интересный момент. Вот она. Вот он или она, я не знаю точно. 0, 0, 1. Это, ребят, и вот её руки. Видите, какие они? Чисто. Оно, да. Звучит. И глаза, тут там, ребят. Тут вообще моменты есть непонятные. Если вы могли приглядеться, то у неё был бантик. Как в четвёртой серии. Неужели, что Тесса и есть 0, 0, 1. Или же С. Вот, видите, у неё там бан был. И вот она начинает жрать её. И там, видимо, хорошо владеет солдером. Видите, да, у неё бант. И вот как человеческое лицо. И 0, 0, 1. Либо, ребят, это не Тесса. Ну, потому что этот силуэт мигал нам и в четвёртой серии, когда Узи светила фонариком. Везде. И как только она посветила в один из поворотов, там стояла эта фигура к ней спиной. А позже прилезла такая рука. Типа и быстро скрылась. Как человеческая. И вот встречаются в седьмой серии с этой падлой, можно сказать. Видите, банк у неё такой же, как и в Тессе. Это как Тесса, только иная Тесса. И всё, ребят, катастрофа та самая случилась. Видите? Это видно даже здесь, в шахтах. То есть это капец глубоко надо. И видите, прям небо пробивается. Вот, ребят. Получается, Джей прилетела со своим кораблём несчастным. Вот. Её подбил автобус. Ключики упали, конечно же, туда. Это, кстати, спасёт главных героев. Что-то, ребят. Они держат такую же фигню, как и у Узи. То есть это опять вот эта фигня. И Джей это уже не понравилось. И вот, ребят, тот самый момент из страниц. Уэна ошибка. И она потащила их. Она держит, она. Лезут ещё щупальцы. Всё, ребят. Говорит спасибо. И вот, ребят, ключи. Они спасают, получается, наших героев. Она кидает Энна наверх, а сама берёт ключи. Ловит ключи с Олбером. И кидает Энну их. Отрубив ногу. И, ребят, самый печальный модель. Dayman. Dayman. Всё, ребят. Это самый печальный момент за всю седьмую серию. Узи умерла. Ну как, только она будет лететь, наверное, очень долго. И, ребят, тут ещё не конец. Поняли, да? Ребят. Вот Узи, ребят. Она сейчас включится. Всё. Отчинулась, очнулась и не поняла, где что. И, ребят, титры. Получено НДР Рекордс Продакшн по связу Глич в 2000. Ребят. Копернайн в большой опасности. И лишь в восьмой серии мы узнаем, что с ним случилось. А Узи выкинула, получается. Вот раздробленные планеты. И вон она дыра огромная в конце. Ну что ж, ребят. Если вам понравилась данная реакция, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, жмите колокольчик. Ещё раз попрошу вас. Ну что ж. Будем ждать восьмую серию и, возможно, финал. Уже не так близок, к сожалению. Финал, но всё-таки. Хочется так, чтобы победили герои, но, возможно, они проиграют. Вот будет обидно, если Солвер выиграет и получается конец секрет этой планете. А также обидно, ребят, если не будет второго сезона подгону. Если его не будет, ну всё, это фандом умрёт. Вот окончательно. Ну что ж, ребят. Увидимся на данных реакциях только на восьмой серии. В трейлерах. Ну, а всем удачи. Всем пока-пока, ребят. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова